По поручению главы городского округа Люберцы состоялась встреча жителей с представителями компании-застройщика ЖК Новокроскова. Главной темой собрания стало строительство общеобразовательной школы. За дискуссией наблюдала наша съемочная группа. На сегодняшний день в ЖК Новокросково введено в эксплуатацию пять корпусов. Последний шестой сдадут в следующем году. Кроме домов на территории жилого комплекса появилась инфраструктура, детская поликлиника, котельная, ВЗУ, а также детский сад на 350 мест. Чтобы завершить реализацию проекта, остается благоустроить набережную карьеры и построить школу на 700 мест. Жители неоднократно обращались за разъяснением ситуации в различные структуры, так как изначальную локацию для школы пришлось поменять. Первоначально планировалась частичная отсыпка Новокросковского карьера, вы все это знаете. И на этом месте должно было быть возведено общеобразовательное учреждение. Однако жители поселка выступили против. Застройщику пришлось пересмотреть место для строительства школы. В том, что новое общеобразовательное учреждение необходимо, сомнений нет. В поселке дефицит учебных мест. На сегодня, по сути, три учреждения общего образования. Это школа 55, 59 и гимназия 56. Все эти учреждения, но возрастные и мощности уже исчерпаны много лет тому назад. Сегодня в этих школах превышает численность детей на 1200 человек. И в общей сложности в трех этих учреждениях обучаются 748 детей во второй смене. К поиску альтернативных мест для возведения новой школы подключились жители. Они направили в администрацию округа ряд предложений. Изучив каждое, эксперты пришли к выводу, что на этих участках строительство запрещено. Где-то мешают линии электропередач, а где-то соседствуют предприятия и санитарно-охранные зоны. На встрече с жителями детально рассмотрели все варианты. Такой вариант тоже вызвал у жителей поселка вопросы. Они коснулись компенсации деревьев, а также создание дорожной инфраструктуры для безопасного похода детей в школу. Если будет построена школа в лесу, то будет ли организован подземный переход? Потому что ходить через светофор нереально детям вообще. Мы будем порабатывать варианты, проводить консультации с застройщиком, с дорожными службами и так далее. У нас нет такой задачи сделать хуже. Мы однозначно все движения по согласованию делаем для того, чтобы было лучше только для вас. По итогам встречи создана рабочая группа, куда вошли активные жители поселка Красково. Все дальнейшие действия по строительству школы будут проходить в согласовании с ними.